Сейчас в Дворце спорта имени Ивана Ирыгина завершается подготовка арены, где будут выступать спортсмены. Уже завтра борцы здесь сойдутся в поединках. К слову, в честь Красноярского края на этом турнире будут защищать около 20 атлетов. В основном это будут молодые ученики Академии борьбы. Для участия в соревнованиях в Красноярск приехали более 300 человек из более чем 10 стран мира. Среди них США, Япония, Италия, Чехия и многие другие. Наблюдать за поединками смогут не только пришедшие во дворец болельщики. Следить за ходом соревнований можно будет и в режиме онлайн. Хочу от лица организационного комитета уверить всех о том, что на сегодня все готово для проведения турнира. Все службы провели очень масштабную подготовку. И сегодня мы встречаем гостей, мы встречаем участников. У нас сегодня основной заезд участников. Работает мандатная комиссия, работает аккредитация. Спортсмены, мужчины и женщины будут выступать в нескольких весовых категориях. Организаторы говорят, интерес атлетов к турниру имени Ивана Ярыгина не ослабевает. С каждым годом количество участников становится все больше. Даже с Африки к нам приезжают, а там все же, со всего мира. Это очень здорово. Это уважение имени нашего великого спортсмена Ивана Ярыгина. И, конечно, уважение к нам сибирякам. Это очень важно. И еще в наше такое непростое время, знаете, вот такие турниры, как Ивана Ярыгина, есть еще и другие, они объединяют людей из разных национальностей, разных государств. Российская команда очень сильная. И зачастую победители чемпионата Ивана Ярыгина становятся мировыми чемпионами и выигрывают Олимпийские игры. Следить за поединками будут более 30 судей из России и еще 12 из зарубежных стран. Среди них есть специалисты высочайшего уровня. Наблюдать за спортсменами будет и вдова легендарного борца Наталья Ярыгина. Как оказалось, кроме борьбы-то я ничего и не знаю. А по поводу эмоций очень. Особенно в финале, на международных соревнованиях я даже, извините за подробности, на каблуках не могу ходить, потому что я возвращаюсь практически без них. Красноярцы рассчитывают завоевать на турнире сразу несколько комплектов наград. И, конечно же, есть надежда, что чемпионат подарит новых звезд. Поединки начнутся завтра в 10 часов утра, а в 18.00 состоится торжественное открытие турнира. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости.